Его роли в кино, даже эпизодические, запоминаются на всю жизнь с первого раза. Он стал бы знаменитым, даже если бы оставался за кадром. Ведь у него был уникальный, необычайно талантливый голос. С его помощью этот добрый волшебник умел вдохнуть жизнь даже в кукол, делая из марионеток звезд театра. Да что говорить, одна улыбка его чего стоила, так сказать. Когда он от души смеялся, когда он просто говорил, какие-то вещи рассказывал, и все это было на его улыбке, это было просто, ну я не знаю, я как волшебник, как гипнотизер, как в хорошем смысле этого слова. В 1996 году артисту исполнилось 80 лет. Друзья чествовали юбиляра, но на празднике не было места веселью. Все понимали, что он страдает от страшной болезни. Его не стало через полтора месяца после юбилея. Звали этого человека Зиновий Герд. Зиновий Герд родился 21 сентября 1916 года. Я из небесного места на земле. Так он называл родной город Себеж, расположенный на границе России и Латвии. Озера неземной красоты окружали этот старинный городок. Герд говорил так еще и потому, что в Себеже в мире и согласии жили люди разных религий – православные, иудеи и католики. Люди удивительные. Такой город небольшой, редкостно, приятный, такой, знаете, дающий очень большой заряд. И верящий, и начинаешь верить, что Россия выдержит, если такая провинция. Страстью Зиновия, или, как его называли родные друзья Зямы, были стихи. Я однажды захожу во двор, летом он сидит, и толстый, говорю, что ты читаешь? Он так как бы даже извиняюсь, говорит, Пушкина. Пушкина любил. Знал наизусть все. Он мог Евгения Онегина. Вот иду читать. В третий час ночи. Так мне говорит, вот третья глава, там пятая глава. Пожалуйста. Кроме поэзии, Зяма увлекался театром, поэтому с удовольствием играл в школьном драм-кружке. Юный артист уже тогда выделялся на фоне сверстников, и директор школы, в которой мальчик учился, написал в его аттестате. Имеет склонность к драматической игре. Спустя годы окажется, что это была не просто склонность, а могучий талант, который превратит Зяму в знаменитого артиста. В самом начале 30-х семья Герда переехала в Москву. Зиновий пошел учиться в фабрично-заводское училище, чтобы стать слесарем. В те же годы он поступил в студию при Театре рабочей молодежи. В мае 1938 года драматург Алексей Арбузов организовал собственную студию, и Зиновий перешел к нему. И в первом же спектакле «Город на заре» Герд сыграл серьезную роль, которую написал для себя сам. Эта постановка стала важным событием в театральной жизни Москвы и сделала имя Герда известным. В Арбузовской студии, как ее называли, артист был счастлив, потому что там он нашел свою мечту. Он играл на сцене, читал людям стихи. В этой студии у Герда появились друзья, с которыми его на всю жизнь свяжут теплые отношения. Спустя всего несколько месяцев после премьеры «Города на заре» началась война. Зиновий мог стать актером фронтового театра и получил бронь. Но он решил иначе. Обратился в военкомат с просьбой отправить его на войну. Его определили в саперное училище, откуда он ушел на фронт. В 1943 году младший лейтенант Зиновий Герд получил ранение в левую ногу, когда рядом с ним разорвался снаряд. Над коленом было выбито 8 сантиметров кости. Герд провел на госпитальных койках в общей сложности 2 года, перенеся десяток операций. Домой он вернулся инвалидом. Нога, в которую попал осколок снаряда, не сгибалась. В письме другу Зяма пишет, а я в лучшем случае актер на хромые роли. Но я зол и зубаст. Жду сухих тротуаров, а то на костылях невозможно. Как только повеснеет, уйду из больницы и буду драться. Он боялся, что хромота поставит крест на его карьере артиста. Однако этого не произошло. В госпитале в Новосибирске Герда нашла удачу, а может и сама судьба. Туда приехал кукольный театр Сергея Образцова. Во время представления Зяма понял, что ширма скроет его хромоту. 1945. Победа. Герд на костылях выходит из больницы и идет в кукольный театр. Сергей Образцов спросил молодого человека, знаком ли он с поэзией. И тогда Зяма отбросил в сторону костыли и, стоя на одной ноге, читал и читал стихи. После этого он был, как выразился Образцов, принят в стаю. В театре тогда ставили Маугли. Это было для меня все. Он был и учителем, и пророком в какой-то степени, и режиссером, и мастером. И вот так получилось, что его энергия, его энергетика настолько была сильна, что она попадала ко всем актерам. Как мы с вами условились вначале, друзья мои, вы сегодня зрители, я сегодня конферансье. Вы сюда пришли отдохнуть, развлечься. Моя же задача состоит в том, чтобы в тонкой, умелой, тактичной форме поднять ваш культурный уровень так, чтобы ни вы, ни ваши близкие этого не заметили. Он как-то поехал за границу с первой группой, у нас было две группы. Выдавались суточные, выдавался там гонорар суточный. Обычно это делается в номере гостиницы, актеры все входят, получают деньги, все такое прочее. Ну, Зяма пошел, ему позвонили, Зинафимович, зайдите, он заходит. Лежит такая пачка денег. А директор был у нас такой, очень как раз с ним вот в таких отношениях не очень. Вот он к нему как раз так и относился, что боязнь того, что он может от кого-то любую минуту, все что угодно. Так оно и случилось. Он схватил всю эту пачку денег, выскочил из номера, сказал, я ищу политическое убежище, я остаюсь с этой пачкой. Растерянный директор. Я представляю эту картину. Растерянный директор с дрожащими руками, с бледным лицом совершенно. Всесоюзную славу Герду принес спектакль «Необыкновенный концерт», который артист отыграл более тысячи раз. Зиновий Ефимович исполнял роль конферансья Пломбова. Театр ездил с этой постановкой по всему миру. Мы объехали 23 иностранных государства. Во всех этих государствах мы показали «Необыкновенный концерт». Мы выдумывали все это. Кто же это мы? Ну, значит, я главный режиссер и директор театра. Затем режиссер нашего театра и актер Семен Савомонович Самадур. Затем актер нашего театра и грамматург и писатель Зиновий Ефимович Герд. Спектакль неизменно запутствовал успех, потому что не только у нас, но и за границей конферансья Герда говорил на самые актуальные для той или иной страны темы. Кукла, которую артист сделал знаменитой, в память о нем по сей день хранится в музее театра Образцова. Герд не был, что называется, красивым. Маленький рост, неправильные черты лица, к тому же хромой. Но если он пускал в ход свое обаяние, женщины редко оставались равнодушны. Первый раз в жизни живого Герда я увидела в 45-м году. И для нас устроили, выпускников 45-го года, концерт в колонном зале. И в колонном зале выступал Герд. Я потом всегда говорила, мне бы кто-нибудь в тот момент сказал, что вот, так сказать, этот будет твой муж. Я бы смеялась очень сильно. Потом уже дальше шла жизнь. И еще до того, как мы познакомились, я должна была получать водительские права. И шла вдоль очереди. И так смотрю, а вот Герд стоит. И прошла дальше. Когда я Зинаю Ефимовичу рассказывала, что я его вот два раза так видела, он, значит, сказал, ну, дура, могла бы подойти. Все-таки было бы побольше времени нашей совместной жизни. В первый раз он женился, уходя на фронт, на артистке арбузовской студии. С этой женщиной его связывали, как ему казалось, любовные узы. Он писал с фронта нежные письма, но после войны их семья не сложилась. Миновав целый ряд романов, Герд женился во второй раз на красивой женщине-скульпторе и был хорошим мужем целых восемь лет. Но судьба была против этого брака. В 1960 году он встретил женщину, которая работала переводчиком во время гастролей театра по арабским странам. На вопрос старинной подруги, какой срок отпущен этой милой даме, Герд, даже не улыбнувшись, ответил, до конца жизни. Так и получилось. Они прожили в любви и согласии 36 лет. Действительно, мы были счастливыми людьми, потому что, помимо того, что мы любили друг друга, как мужчины и женщины, и подходили друг к другу в этом плане, мы могли молчать. Понимаете, надо ведь не с тем, с кем хорошо болтать, а с кем можно молчать и понимать. У нас были какие-то общие позиции жизни относительно людей, относительно событий. Когда другие женщины говорили ей, «Как я люблю вашего мужа», эта окончательная жена, как называл ее Герд, искренне отвечала, «Я вас понимаю». Магический голос, в конце концов, привел артиста в кино. В середине 50-х Герду предложили дублировать зарубежные фильмы. Первой такой картиной стала французская комедия «Фан-Фан Тюльпан», где Зиновий Ефимович читал слова автора. «Была когда-то такая чудесная страна, которая называлась Францией. Хотите посмотреть на нее в подзорную трубу? Вот она, это Франция в 18 веке. Жилось тогда счастливо. Женщины были легкомысленны, а мужчины предавали своему любимому занятию войне». После этого актера стали наперебой приглашать работать не только в художественных, но и в документальных фильмах. При этом он всегда был автором текстов, которые читал. Первую главную роль Герд сыграл довольно поздно, когда ему было уже за 50 в фильме Петра Додоровского «Фокусник». «Я познакомился с Зиновием Ефимовичем Гертом в 1966 году, когда я его утвердил на главную роль в фильме «Фокусник» по сценарию Александра Володина. Хотя, конечно, до этого я знал, что есть замечательные актеры, эстрадники и кукольник. Он в театре образцов был один из ведущих актеров. Это было знаменательное событие в моей жизни, потому что после этого фильма в течение 30 лет это был мой самый близкий, самый желанный, самый интересный мой друг, собеседник». В том же 1967 году Герд сыграл еще одну очень значительную роль в кино. Это был Паниковский в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок». Изначально эту роль должен был играть Ролан Быков, а Зиновий Ефимович участвовать в эпизоде. Но однажды, во время проб, Быков был занят, и режиссер попросил Герда подыграть актеру, который пробовался на роль Шуры Балаганова. И Зиновий Ефимович сделал это так виртуозно, что швейцер утвердил на роль Паниковского именно его. При этом Ролан Быков не только не возражал, но напротив, уговаривал Герда сыграть эту роль вместо него. Ретро – это 20-е годы. Вот то, что Ильф Петров очень хорошо чувствовал в то время. Герд попал в десятку, просто в десятку. Замечательно сыграл, потому что он несчастный, он подневольный человек, вместе с ним очень в позе, в постоянной позе. Баниковский у Ильфа и Петрова смешон и гадок, говорил впоследствии Зиновий Ефимович. Мне же хотелось показать его иным, смешным и трогательным. Мне было жалко его и хотелось, чтобы зрители отнеслись к нему с теми же чувствами. Он сохранил в себе какой-то такой, в хорошем смысле, такую детскость. Знаете, это, кстати, когда, так же, как ребенок смотрит на окружающую жизнь, на новых людей, на новые явления, когда ребенок открывает для себя и солнце, и снег, и прочее, и прочее, и животных. То же самое, это очень важный, качество для художника, вообще, очень важно. Вот в нем сохранилось вот это воспоминание о будущем. И публика действительно полюбила этого героя. А в Киеве даже есть памятник Паниковскому, разумеется, в исполнении Герда. В театре кукол Герд проработал 36 лет и ушел из него после нескольких серьезных расхождений с руководством театра. После этого артист, конечно же, без работы не остался. Он по-прежнему дублировал фильмы, выступал с концертами, снялся еще в добром десятке картин, среди которых было немало по-настоящему выдающихся работ. Военно-полевой роман, Место встречи изменить нельзя, Мэри Коппинс, До свидания и другие. После окончания войны он впервые вышел не на кукольную сцену в театре «Современник». Но главным достижением Герда стала роль костюмера в пьесе Рональда Харвуда «Костюмер», которая шла в театральном центре имени Мирхольда. Кроме того, он вел на телевидении передачу «Чай-клуб». Всего с его участием записали 57 передач. Последняя снималась 22 октября 1996 года, меньше, чем за месяц до кончины артиста. На вопросы о здоровье он стал отвечать непривычным для себя вполне сносно, вместо привычного шикарно. В сентябре 1996 года Герду исполнилось 80 лет. 4 октября в молодежном театре проходил бенефис любимого артиста. Кончался вечер, все, воцарилась такая тишина, самозванная, просто незваная тишина, затаившая все и вся. На сцене затаились все, а уж зал просто набрал воздух. Вся публика, сидевшая, когда он пошел, встал с этой коляски и пошел, и все думали, господи, как же он идет, он дошел до рампы, встал и стал читать это стихотворение. Публика схватила воздух и не выпускала до конца, когда он закончил аплодисменты. Все, господи, перевели дух, облокотились на свои спинки и стали аплодировать. Да-да-да, как это все вылилось в овации, все. Артисты, особенно если они, так сказать, настоящие артисты, они физиологически сделаны из другого материала, потому что на этот бенефис я привезла его на машине и подняла туда в зал на коляске и когда кончился вечер, то он встал и вышел на авансцену и прочитал это замечательное стихотворение Дезика Самойлова, потому что был кураж, потому что он был артист и личность. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно, давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Спустя полтора месяца после этого, 18 ноября, Зиновий Ефимович скончался. Жители Себежа, где родился Герд, решили поставить в своем городе памятник знаменитому земляку. Его должны открыть в следующем году, в день рождения артиста. Это будет чугунная театральная тумба, отображающая все стороны жизни Герда. Себежа также мечтает проводить кинофестиваль, показы купольного искусства и конкурсы авторской песни. Он заслужил, конечно, чтобы люди о нем помнили, чтобы смотрели на этот памятник. Я надеюсь, он будет очень интересный. Вот и вспоминали его роли в кино, в театре. Такая разносторонность крайне редко встречается. И в прошлом году была закладка камня. Я не была 20 лет в этом городе, была потрясена тем, как он изменился, какой он стал необыкновенно красивый, а не небесное совершенно озеро, которое было такое заплеванное это, стало теперь чистым, с дивной набережной по озеру плавают лебеди и водятся угри. И набережная с литыми каким-то умельцем сделанными чугунными фонарями. Вот во главе, так сказать, в начале этой набережной такого бульвара поставили памятник, то есть камень заложили для памятника и хотят назвать этот бульвар именем Герта. К счастью, и после ухода талантливые личности остаются в памяти людей. Они памятны не только творчеством, но и жизненной позицией, честностью, достоинством, добрыми делами. Герд был таким. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok